Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды, забираем ежедневный наград за лигу сёгунов 2 звезды. 85 долларов, хорошо, и 20 монеточек, отлично просто. Сразу же идём в магазин, ребят, всё по стандарту, ничего не меняется у нас, как говорится, от серии к серии, и Кейси Джонс нам выпадает. Так, заходим и забираем наш реворд. Так, пройти серию испытаний, ну давайте быстренько, ребята. Буквально шеймингом пробежимся. Кстати, ребята, я хотел сказать, вот как мы только с вами получим ещё одного платинового бойца, я попробую пройти, ну, сколько у меня получится смятения из другого измерения. Там, как говорится, уже будет видно, куда мы с вами доберёмся. Ну, вы помните, да, в последний раз у меня неудачные какие-то были попытки. Во-первых, персонажи были слабенькие, и не так их было много, но теперь уже их достаточное количество, так что надо будет как-нибудь рискнуть это дело сделать. Ну что, давайте сейчас быстренько с вами пробежимся. Нам по-любасику нужно сделать это задание, чтобы получить наш реворд. А для чего нам выполнять все эти реворды, ребята? Ну, для того, чтобы получить пять откатов на арене. Потому что сегодня я иду на арену. Ребята, конечно, нам нужно посмотреть, кстати, куда меня скинули. Это тоже немаловажный фактор. Мы с вами закончили в прошлой серии, да, на лиге сёгнув две звезды. Сейчас, я боюсь, как бы меня опять в самурая не перекинули. Так, ну что тут у нас? Я ничего здесь, ребята, не делаю. Здесь у меня стоит автобой какой-то прекрасный. Они сами тут разрулят эту всю ситуацию без меня. Так, отлично. Бумс-минус. Так, оу, промахнулся. А почему ты промахнулся? И ты промахнулся? Да ладно, ребята, вы чё... Ничего себе, он крепкий. Вау! Даже пробивной, ребята, его не шолохает. Я боюсь, мне здесь не поможет даже четвёртый платиновый боец. Ядрить тебя на корень, а? На! Так, получи... А, у него ещё есть защита усиленная. Вот оно в чём проблемка-то. Ёлки-палки. Блин, ну, даже Крис, ребята, не может пробить. Представляешь? Даже Рафаэль! Вообще никак. Смотри-ка, Железная Голова поджёг его, и он отдуплился. Значит, он слаб к нему. Так, ну что, ребят, давайте его разберём. Отлично, всё, забираем с вами реворд. И я хочу как можно быстрее перейти на арену и повоевать там. Мне нужно, ребята, до конца недели попасть в мастера. Ну, хоть как-нибудь. Я, наверное, даже не буду тратить доллары всю эту неделю. Ну, последние дни, которые у нас остались. Чтобы потом бустануть, ребята. Так, поднять уровень персонажа. Ну, это всё понятно. Давайте, наверное, с вами начнём с поиска ДНК. Так, с поиска ДНК у нас начинается с нашего Микеланджело, конечно же. Шикарно! Так, давай-ка ещё. Не подведи меня. Ну, ё-моё, ну что ты так... Так, ну ладно, две ДНК, это уже хорошо, ребята. Сколько у нас, в общем, количества-то получается? Давайте-ка посмотрим. 81 ДНК. То есть, ещё нужно 19, ребят. Ну, 19. Если мы будем по две находить... Ёлки-палки. Это ещё две недели, ребятули. Две недели искать. Слушай, ну это долго. Это долго. Если честно, мы бы, наверное, с вами могли кого-нибудь из этих бойцов перевезти в платиновую ранку и накопить на следующего. Ну, ладно, не будем спешить, ребят. Давайте найдём всё-таки ДНК на Бибопа, на нашего. Так, одно есть. Давай второе. А, ну второе должно быть, по-любасику, ребята. Оооо, не зашло сегодня нас на Бибопа, к сожалению, ребята. И всего лишь одно ДНК мы нашли. 87 в общей сложности. Так, ну что же, тогда давайте мы искать на морозильную кошку. Так, она у меня где-то здесь же наверху, по-моему, должна быть. Вот она, морозильная кошка. У неё вообще всего лишь 13 ДНК, ребят. На неё копить и копить нам придётся очень долго это делать. Ну, не беда. Потихоньку, полигоньку как-нибудь с вами доберёмся, да? И остальное я, наверное, солью всё-таки на... Угу, угу, кто у нас там? Естественно, этот, вот, Бакстер Муха. Давайте его попробуем найти. Так, отлично. Одно ДНК есть, второе прилетело ДНК. И три ДНК. Три попытки, три ДНК. Это вообще шикарный, ребята, результат. Единственное, меня смущает то, что у нас очень мало телепортных. Ребята, так, ну что, мы задание с вами выполнили. Забираем наши реверды и поднять уровень персонажа. Кто-то говорил сделать так, чтобы поднять наших вот... Вот этих вот там Рафаэля или Леонарда до сотого. Ребята, это очень нужно много ДНК. Это очень долго будет. И, как я вам говорил, нам надо прокачать вот этих всех своих... Ну, не то, что даже слабеньких. Ну, вот этих вот персонажей, да? Поднять по максимальному уровню. И только после этого, в принципе, можно будет, ребят, приступать к прокачке самых сильнейших. Хотя бы, чтобы они все были, ну, 45-го уровня. Понимаете? Вот тогда будет Цинус. А сейчас, ну, нет смысла, ребят. Кого мы можем с вами тут сейчас приподнять? Ну, давай Армагона. Сколько? Мы один раз, наверное, сможем его всего лишь прокачать. Да. 54-й уровень. Отлично. Так, ДНК у нас на кого? У нас ДНК. Сейчас будет на Рафаэля, да? Мы, естественно, его быстренько в сюрикены переведем. Давай. Так, обмен. Ну, все. Шикандос. Так, ребята. Что у нас тут? Мутаген. Ну, это я потом этим займусь. Так, ребята, где мы? О, в Лиге Сегунов одна звезда. Я все-таки сохранил свою позицию. Поэтому, ребята, давайте приступать быстренько к разбору полетов. О, Сама против нас выеживается. Ну, мы начнем, пожалуй, издалека. Так, 49-й. Так, ну-ка, мы, наверное, с вами начнем вот с этих ребятулик. Слушай, это, наверное, рискованно будет. Это, наверное, будет рискованно, потому что Шреддер у нас, ну, не Айс. Давай возьмем... Блин, Бакстер Муха, он слабак. Давай, Тигра. Слушай, если мы сейчас тут облажаемся, это будет плохо. На первом раунде. Это будет вообще не Найсово, если честно. Ну что, Лео, готов? Покажи свою ярость. Покажи свою силу. Ну. Ну, более-менее, ребята, более-менее. Так. Массовая атака. Тинь. И остается лишь Донателло. Мы его добиваем шарханом нашим, тигриным когтем. Ну что же, довольно неплохо, я вам скажу, ребята, мы стали играть. Вообще отличненько. Поэтому первый раунд за нами. И посмотрим, как быстренько мы с вами будем продвигаться. Часто первая позиция была. Стала сороковая. То есть 20 ступенек вверх. Отлично. Так, давайте возьмем, наверное, вот этого вот. Владислав у нас тут. Владик. Давайте сделаем быстренько откатики. И раз, два, три. Так, с Леонардо у нас будет, наверное, знаете, кто выступать? Змей Кавьюн. Да. Я думаю, что Змей Кавьюн как раз будет... А, елки-палки, ребят. Я, по-моему, оплошался. У него инициатива очень слабенькая. Поэтому, наверное, не получится ничего. Потому что сейчас этот Микеланджело ничего не будет. Как это поразительно просто, ребят. Я вам серьезно говорю. Это очень поразительно, что Леонардо Свертухана положил 51-й, 54-й даже уровень. Но он просто на высоте сегодня. Он, ребят, видимо, в ударе. Слушай, 20-я позиция уже. Шикарно. А у нас еще боев-то сколько будет впереди. У-ху-ху. Так, давайте-ка быстренько с вами прокрутим этот самый момент. Раз, два, три, четыре. Слушай, вот здесь, наверное, давай мы сделаем немножко по-другому. Возьмем Ваньку Стиранка. У него тоже, ребята, массовая атака. Вы знаете, прекрасно. Пульвентная дробь, как я ее называю. И начинаем с Леонардо, естественно, ребята. Хоба! Шуба-дубда. И все-таки выживает двое противных, а? На! Да ну, подрезали крылышки. Ха-ха-ха-ха-ха! И получи фашист-гранату. Зергуд. Отлично, ребята. Мы с вами продвигаемся далее. Слушай, мы сейчас, наверное, скорее всего попадем в Лигу Сегунов Две Звезды. По моим расчетам. Да, ребята. Сотое место, да? Девяносто девятое. Ха-ха. Ладушки. Меня и такой расклад вполне устраивает, ребята. Так, Серега. Здорово, Сережка. Давай-ка мы теперь немножечко с тобой здесь помутузимся. Раз, два, три, четыре. Погоди, нет. Погоди, не так надо делать. Нам нужно взять, ребята. Да, я возьму Бакстера Стокмана с его двумя массовыми атаками. Маузеры и Смертельная Волна. Так, ну а для начала, конечно, вертушка пойдет. Так, и минус два. Сразу же, ребята, минус два. И Смертельная Волна просто их добивает всех. Кто-то говорит, зачем ты берешь вот этих вот всех ребят, когда ты можешь, например, сыграть одним Леонардо и еще кого-то взять. Я еще раз, ребята, объясняю. Все дело вот в этих кубках. Чем больше персонажей у нас остается в живых, тем больше кубков нам начисляют. Вот и все, ребята. Простая арифметика, елки-палки. Так, а вот тут-то что? Я не буду, ребята, обновлять, потому что это бесплезняк. Постоянно игра вылетает. Вы мне тоже написали, что у вас вылетает так, что это игровой баг вообще, который не именно вот у меня, а вообще игровой мировой баг. Так его назовем. Ну что же, давайте сделаем красиво с вами, наверное, да? Я думаю, возьмем зэка. Хотя, вот хочется, ребята, взять Криса. Вот серьезно говорю, хочется взять. Но я как представлю, что он всего лишь атакует одну цель. И все, у меня сразу опускаются, ребята, руки. Все, я его уберу всегда в последнюю очередь. Вы, наверное, это заметили, да? Так, ну что, подрежем крылышки всем? Да, ребята, всем подрезали крылышки. Отлично. Значит, мы с вами продвигаемся. Конечно, хотелось бы буквально, ну, не сегодня, но завтра, хотя бы выйти в Сегуну 3 звезды. Плюс там продержаться и попасть уже в мастера. И попробовать, ребята, все доллары, которые мы с вами подкопим, спустить именно в мастера. Чтобы мы смогли с вами быстренько попасть в Лигу Мастеров 2 звезды. Ну, а там реворд, вы сами знаете, вообще шикарный просто для нас будет. Так, ну что, раз, два, три, четыре. 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 Не получится четыре. Только лишь вот так вот. Ну что, ребятушки, давайте попробуем с вами опять с вертушки. Потом у нас... Нет, вначале мы поставим в провокацию Рахзара, конечно же. Теперь вертушка. И главное, чтобы у нас погиб Кирби. Все, теперь изи-катка, ребята. Ну, видите, вот почему он такой ватненький, я не понимаю. Ребят, только не массовая атака. Кого? Ага, все, понятно, нормуль. Давай ультразвук, ультракрик. Пим, все одуплились. Замечательно. А тут по-другому не скажешь, ребята. И смотрим, 60-я, да, у нас позиция была. Или какая? 62-я. И куда же мы прилетим с вами? 45-я. Слушай, лихо мы с вами идем. Лихо. Но вот единственное, что меня опечаливает, это... Это что? Это то, что, ребята, у нас очень мало героев остается. Очень мало, я бы сказал. Вообще малеха ее простая. Так, возьму, конечно, Шреддер, я пожалуй, да? Возьму Микеланджело здесь. Возьмем... Рафаэля. Криса и Карайку. Вот так вот, ребята, я попробую сделать. Главное, чтобы у меня Рафаэль как можно быстрее взял провокацию на себя. И тогда все будет великолепненько. Крик. Ладно, давай крикнем, хорошо. Хилл есть у него? Есть, ребята. У него хилл. Это Леонардо. Но я поставлю себе, пожалуй, защиту доп. Вот. Ну все, ребятушки, что могу сказать? Здесь мы под защитой. Даже массовые атаки, я надеюсь... Вот, одна из них пошла. Видите, а? Отлично. Все благодаря нашему, ребята, Микеланджело, который делает уклонение. Причем довольно колоссальное. 60 процентов, не забываем об этом. Так, что ты тут мне... Что ты тут фокус... Фокус он мне тут делает. Это зря ты делаешь, парень. Зря. Ой, как зря. Так, и ты зря. Вообще накрыли медным тазом. Ну, естественно, Лео включает хилл. Естественно, это правильно он делает. С этим не поспоришь. А мы с вами будем просто так вот... Пум! Так, что, больше ничего? Ну-ка, встан. Нет, мы не вогнали, ребята, его встан, но проникающий удар должен помочь. Да, отлично. Так, давай теперь... О, кстати, это же Рафаэль. У него, ребята, есть массовая атака. Он собирает всю пиццу, которая есть вокруг него, и бросает ее в нас. Нам это нужно? Конечно же, нет. Так, а этот... А этот у нас, как всегда, уходит в инвиз. Типа, его не видно. Зачем он это сделал? Я не понимаю, ребят. Да, он повышает себе меткость, но в то же время он, типа, невидимый. А мы в него в плевок такой. Хопа! И все. И он готов, лежит. Сморщив нос. Ну что, ребята. Последний бой у нас с вами здесь остается. Судя по всему... Так, двадцатое место, да? Двадцать шестое. Ёлки-палки. Чуть-чуть, ребят, нам не хватит. Смотри, каких-то мне персонажей стали давать. Вообще в серебре все. Странно это очень. Для меня это очень странно, ребят. В серебре. Хм. Блин. А, у меня провокатор есть, ребята. Провокатор есть? Давай тогда вот так вот, наверное, сделаем. Или лучше нет? Лучше нет. Лучше мы возьмем... Аааа. Не, лучше пускай Донателло будет. У Донателло, по крайней мере, есть... Дополнительная броня, защита. Так. Давай начнем с кунайчиков. Тюх. Ну, слабый удар. Тут ничего не могу сказать. Ай. По кому звездонет? Ну, конечно, по Донателло. Ну, конечно, сейчас... Сейчас они мне, ребята, разберут Доника. Да? Или не успеют? Как думаете, ребята, стоит... Блин. Я рискую. Я рискую. Тихо, 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 тихо. Ну-ка. Армагон, не подведи меня. Е. Ребят, я рискнул. Знаете, почему очень большой был риск? Потому что могли не все упасть от выстрела. Я думал, либо поставить в провокацию железноголового. Но потом посмотрел, там очень много массовиков-затейников, которые были бы и бомбили бы массовыми атаками. И, поверьте мне, легким бы испугом здесь не обошлось бы. Просто бы падали бы у меня один за другим. Восьмая позиция. Я вам скажу, ребята, это отличное. На следующий день, потому что, ну, сегодня я на работу иду в ночь, ребята. А вот с утречка, когда у нас длинные-длинные с вами начнутся выходные, мы, конечно же, с вами должны будем попасть в Лигу. В Лигу Мастеров не уверен, конечно, что попадем. Но в Лигу Сегунов-3 звезды мы точно с вами попадем. И пройдем как можно больше и как можно красивее. Так, давайте-ка зайдем в боевку и посмотрим, что у нас тут. Блин, к сожалению, пока еще черепащая буря для нас недоступна. К сожалению. Здесь-то у нас что? Ммм, кожеголового мы с вами так и не смогли, ребята, подбить, по-моему, да? Ничегошники у нас не получилось. Может быть... Давай рискнем. А, тут риск... Че рисковать, ребята? У нас тут, да, не айсовые, конечно, персонажи. И... Вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли мы с вами здесь, конечно, что-то сможем сделать. Слушай, а почему... А, ну здесь у нас тоже, да? Еще не легче. Хе-хе-хе. Погоди-ка, а... Секунду. Я что-то не понял. 35-го уровня, а мы... Мы что, не смогли их победить? А, ну да, понятно, ребят, почему не могли мы их победить. Мы не смогли здесь... Не то, чтобы победить, мы не смогли пройти на 3 звезды, потому что там не дают... Ну, сами видели кого, да? Слабеньких каких героев. Это вот, например, Саблезуб и Крип. Они 31-го, 30-го уровня. Ну, куда, елки-палки? Хотя бы один бы у меня был бы хайчик, и все было бы у нас вообще здесь, в ништяках. Ах, как же у меня руки чешутся, ребята, уже кого-нибудь перевести в платиновую рамку. Вот серьезно говорю, я так долго терплю этого, когда мы эти 19 ДНК накопим. Я знаю, что вы хотите сказать. Рэй, используй доллары. Нет, ребята, доллары нам еще пригодятся. Так, а что у нас тут? Оу, круто, ребят, смотрите-ка. Ай, как хочется мне сделать, может быть, а, ребят? Это же редкая, ребята, карта на самом деле. Очень редкая на тигра, на тигриного когтя. Так, по монетам у нас всего лишь 23, а по жетонам у нас вообще 115. По большому счету и делать-то больше нечего, ребят. Вот серьезно вам говорю. Я думал, что у нас в испытаниях откроется черепащая буря. Но нет, до начала 3 дня, как вы видите. Тут же и платиновая откроется. Клан Фуд, надо будет тоже туда заглянуть. Может быть, нам дадут хайв, да? И мы хоть пару уровней сможем там все-таки с вами преодолеть. Ну что, дорогие друзья? Какая-то коротенькая, конечно, к сожалению, у меня получается серия. Но я ничего, ребят, другого предложить вам не могу. А могу только одно сказать, что увидимся в следующей серии. И продолжим с вами играть. Я даже, ребята, не буду фармить вот здесь, потому что у нас 22 телепорта всего лишь. А поверьте мне, очень хочется. Очень хочется. Например, доктора Роквелла, да? Я бы с удовольствием хотел бы получить. И Пита тоже бы не помешала бы. Но смотрите, 3 откатика, ребята. 3 телепорта, да? А у нас всего лишь 22. И 400 долларов. Ну, никак, ребят. Потерпим, потерпим маленько. Не все же время нам, как говорится, баловать здесь. Ну что же, все. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok